Добрый день, дорогие братья и сестры! Приветствую вас в этот прекрасный день. Мы все собрались. Давайте оставим все свои житейские проблемы. У кого-то пропал пирог, у кого-то еще что-то случилось. Но сейчас время для важных вещей и серьезных вещей. Поэтому давайте просто забудем, что у нас осталось дома. И я хотел прочитать одно место, это Исаец, 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это место очень мне нравится, когда здесь в пример приводят орлов. Почему именно орлы поднимут крылья? Не страус, не баклан какой-нибудь, а именно орел. И вы знаете, все, что написано в Библии, это имеет отражение в реальности. В жизни орла всегда наступает момент, когда ему просто необходимо обновление. Жизненно необходимо, потому что если обновление не будет, он погибнет. у орла клюв начинает закругляться, отрастает и как бы затупляется, он уже не может разрывать добычу, у него отрастают когти очень сильно, так что он не может хватать добычу. У него появляются какие-то лишние перья, которые нарушают аэродинамические свойства и он не может летать нормально. орла, заводятся всякие животные на тени, всякие насекомые. И что делает орел в этот момент? Он взлетает высоко на какую-то гору и остается там, и начинает работать над собой. Он стачивает свой клюв, он стачивает свои когти, он выдирает вот эти перья. И для этого очень много времени нужно, да, представляете, вот он просто монотонно сидит и работает над собой, стачивает свой клюв, когти, а потом силой, камнем летит вниз в какую-то холодную воду, да, вот в горах обычно бывают всякие какие-то родники, и он силой прямо вот в эту воду как бы входит. От этого удара насекомые, которые находятся на нем, они как бы отпадают, да, и вода холодная, да, и вот когда он выходит из этой воды, он уже предстает как бы обновленным, и он может спокойно жить дальше, охотиться, там, питаться, ловить свою добычу и нормально летать. И поэтому здесь я пример именно орел, да, что обновление орла. И так же мы, дорогие братья и сестры, об этом писал апостол Павел, что обновление, оно очень важно в нашей жизни, обновление ума, обновление духа, для того, чтобы еще больше, еще лучше понять волю Господа относительно нашей жизни. А воля Господа, как мы знаем, да, она всегда благая, угодная и совершенная. И это обновление, оно помогает нам еще лучше и еще глубже понимать волю Господа относительно нас. Сегодня воскресный день, мы собрались все для того, чтобы обновиться умом, обновиться духом, для того, чтобы услышать что-то важное, да, что хочет Бог сказать нам. И сегодня я просто верю, что Бог обязательно что-то скажет каждому из нас. Нужно просто быть готовым, отвлечься от всех своих дел и сосредоточиться на слове Господа. Давайте встанем наши ноги, дорогие братья и сестры. Дорогой Господь, слава Тебе и хвала, благодарим Тебя за этот прекрасный день, благодарим Тебя за это время, в которое мы можем собираться вместе, Господь. Славить Твое имя, прославлять Твое имя, слушать Твое слово, назидаться и укрепляться в вере. Просим Тебя, благослови это время, пребудь с нами, пусть Твое имя прославляется в нас и через нас. Слава Тебе и хвала, наш вечный живой Бог, Отец Твой и на Дух Святой. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, давайте сейчас вместе прославим Его, прославим Господа, споем для Него, принесем Ему жертву нашей хвалы. Аминь. Господь мой, Бог мой, крепкая башня, с Тобой не трудно по жизни идти. Когда с проблемой сам не можешь бороться, то знай, что к Богу пора идти. Только Он покоит меня под сенью крых своих. Только с Ним найду я покой у ног Его святых. Убование мое, Господь, Ты спасение мое. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Господь мой, Бог мой, крепкая башня, скала спасенья, опора лишь ты. И если мир твой уже поломался, то знай, что к Богу пора идти. Только Он покоит меня под сенью крых своих. Только с Ним найду я покой у ног Его святых. Убование мое, Господь, Ты спасение мое. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Господь мой, Бог мой, крепкая башня, с Тобой идут нас по жизни. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Радость жизни я в Тебе обрел, только Ты, счастье мое. Слава Тебе, наш Господь, мы славим и превозносим Твое имя на этом месте, потому что Ты наш Бог, Бог, дарующий нам радость, Бог, дарующий нам мир. Аллилуйя, мы славим Тебя, Господь, мы дети Твои. Мы пришли сегодня к Тебе, наш Отец, чтобы прославить Тебя, Господь, чтобы поклониться. Аллилуйя. 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 o Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Дорогой Господь, благодарим Тебя за эти детей, Господь, которые у нас есть, наше новое поколение, Господь, и просим Тебя благословить. Сейчас это время для них, Господь, они сейчас будут учиться, Господь, Твоему Слову, Господь, и просим Тебя благословить, чтобы это Слово, Господь, оно проросло в их сердцах, Господь, и через время, чтобы пришли плоды, Господь. Просим Тебя сохранять всякое зло и несчастье, и пусть Твоими прославляет себя, Господь, в них. Слава Тебе и хвала, наш вечный живой Бог, от сердца и он будет святой. Аминь. Так, обновление Орлов произошло. Теперь нам нужно самим тоже обновиться. Людям. Взрослым и детям. Сейчас, прежде чем мы продолжим наше служение, я хотела пригласить нашу сестру Наталью. Она хотела прочитать стихотворение. Это стихотворение, это переживание моего сердца, откровение мое. И может быть, у кого-то и у вас тоже есть, братья и сестры, такое переживание, когда много лет молишься о чем-то, и ответа пока что нет. Поэтому мы не должны унывать, мы должны знать, что победа Иисуса Христа, она с нами уже. И ответ будет, и будет все хорошо. Стихотворение называется «Знамя победы». Я знаю, ты не дашь сверх сил нести тяжелый груз скорбей. Опять в бессилье руки опустились, и вижу, нападает враг сильней. В неравной схватке сила истощилась, ведь каждый в жизни миг – война. И рой назойливых сомнений сокружился в вопросах «Почему?». Конец когда? Быть может, Бог забыл тот лик, когда в ответ на вопль сказал мне «Дитя, немного потерпи, все под контроль, вижу, знаю». А может, это вовсе был не Бог, а то, что так хотелось мне услышать, ведь столько лет прошло с тех пор, но ничего не изменилось. Но вот воспряла, поднялась с колен, измученная скорбью, и укрепилась, напилась текущей жизнь водой живою. Мой Бог, Отец, всегда Ты прав, Твои пути непостижимы, смиряюсь перед Тобой, приняв обетования Твои, чем живы. Живу надеждой и доверием, ведь Ты со мной, я все смогу. Поможет вера и терпение, все это лишь в Тебе найду. Победа есть, она уже дана моим Иисусом на Голгофе, она со мною навсегда, как знание, и в труде, и в скорби. Аминь. Дорогие братья, сейчас это прекрасное стихотворение, которое на самом деле напоминает о том, что главный венец, он всегда в конце. Главная награда, она всегда, она не достается легким путем, то есть ни один бегун или спортсмен, он просто так не получает золотую медаль Олимпиады, он долгие годы идет к этому. На самом деле, дьявол иногда нам напоминает о нашем прошлом, у каждого из нас, может быть, прошлое было не очень таким светлым, но в такие моменты нужно напоминать дьявола, его будущем, потому что победа, она уже произошла. Слава Богу, дорогие братья и сестры, давайте немножко порассуждаем о нашей теме, любимой, о которой мы так часто говорим, которая на самом деле должна присутствовать в нашей жизни, если мы считаем себя духовными людьми, если мы считаем себя на самом деле истинными верующими, тема приношениях, образованиях, о десятине, и вообще, церковь, она такой уникальный механизм, и многие люди, которые вообще далеки от церкви, они далеки от Бога, эти какие-то истины, они применяют в своей жизни, потому что на самом деле эти принципы библейские, церковные, духовные принципы, они приносят плод, и разные корпорации используют библейские принципы. И только в церкви, в Божьем царстве, когда мы теряем, когда мы жертвуем, то есть мы отдаем, казалось бы, то есть мы это не теряем, мы наоборот приобретаем. Когда мы сеем, когда мы жертвуем, казалось бы, что мы теряем, но на самом деле мы приобретаем. Доброходно дающего любит Бог, когда мы жертвуем, значит мы приобретаем Божью любовь, то есть Бог любит людей, которые на самом деле с добрым сердцем, с радостью, с весельем, когда жертвуют. Конечно же, Бог любит всех без исключения, но те люди, которые доброходно жертвуют, он благосклонен, он этих людей благословляет. И, наверное, Бог радуется, когда видит, когда его жертвенная природа проявляется в нас. Как мы радуемся, родители, когда наши дети добиваются каких-то успехов. Или однажды дочка нарисовала, никогда еще не умела рисовать, какое-то бесформенное что-то нарисовала с глазами, она принесла мне, вот это тебе, подарок, она пожертвовала своим временем, своим умением, она вот это мне принесла, это тебе, папа. У меня до сих пор на работе, в моем шкафчике висит это существо с глазами. Мне было очень приятно, на самом деле, моя дочь принесла для меня что-то. Я думаю, что Бог тоже так радуется. И этот факт тоже не может нас радовать, когда мы жертвуем, мы приобретаем Божью благосклонность. Иакова 2, 15-16. Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, что ведите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользует. И здесь можно такую провести параллельно, то есть церковь, ее тоже сравнивают с телом, то есть тело, у которого голова Христос. И так же, как у тела есть потребности для того, чтобы жить, да, тепло, пища, вода и еще там разные вещи. У церкви тоже есть свои потребности для того, чтобы жить и расти. То есть к чему призвана церковь на земле? Церковь призвана в первую очередь для того, чтобы спасать людей, да, приводить людей к Богу, помогать нуждающимся, да. Но вот для всего этого нужны средства, да. И церковь, которая на самом деле, церковь, которая спасает, церковь, которая помогает, это церковь живая. Да, это церковь, которая растет, это церковь, которая строится, приносит плод в Божье Царство. И многие люди просто говорят, ну пусть тело там как-нибудь, все будет хорошо, тело само вырастет, да. И это просто как бы, ну вера без дела, да. То есть как мы можем оставаться в стороне от нашей церкви, да, и не принимать участие в нуждах церкви. То есть понятно, что Бог позаботится, но важно, чтобы именно с нашей стороны тоже были вот эти шаги. 1 Коринфянам 9.7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадит виноград, не ест плодов его. Кто, упася стадо, не ест молока от стадо. 13 стих Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить под благовестие. И тут такой вопрос. Кто, насадив виноград, не ест от его плодов? Наверное, тот, кто не принимал никакого участия в работе, в насаждении этого виноградника, да. Или там кто, упася стадо, не ест молока, да. Знаете кто? Наверное, какой-то раб или наемник, да, которого наняли, чтобы он работал и получил за это плату. И вот таких наемников, да им вообще не важно судьба этого виноградника. Они просто выполняют свою работу для того, чтобы получить деньги. Потому что их наняли, сегодня они поработали, там завтра их нет, да. Ну, на самом деле, вот настоящий пастух, да, он всегда заботится о своем статье. На долгое время он уходит туда, он ищет, где трава посочнее, где водичка почище, да. И в то время, на самом деле, работа пастуха, она была очень достойной, потому что пастух, да, он должен обладать разными навыками, там, медицинскими навыками, чтобы лечить, там, переломы всякие, да, у барашек вот этих, принимать роды, да. Он находился далеко от дома, и жизнь вот этих маленьких ягнят была в его руках. Он должен был обладать физической силой, потому что ходить такие расстояния, и так же, чтобы отбиваться там от всяких волков и прочее, да. То есть он должен был физически тоже, да, иметь силу, да. То есть пастух заботился о стаде, а стадо заботилось о пастухе, да, то есть друг без друга они бы не выжили, да, и пастух один бы погиб, и стадо тоже бы разгрелось, и бы всех волки поели. На самом деле, вот это самый важный такой момент, да, Господь повелел проповедующим жить от благовестия, то есть люди, которые заботятся о стаде, с одной стороны, с другой стороны, стадо заботится об этих людях. Много раз были случаи, когда священнослужители после служения там шли работать в такси или там еще что-то, да, но мне кажется, что это недопустимо, потому что Бог сказал отделить этих людей, и церковь должна заботиться о них. Наша вера должна появляться в делах, да, не как мы только что прочитали, да, ну идите, грейтесь и питайтесь, пусть тело растет само по себе, да, то есть это пустая вера, можно так сказать, то есть вера везде, то есть если мы говорим, что мы любим Бога, если мы говорим, что мы на самом деле, как бы печемся о нашей церкви, да, то есть мы должны принимать непосредственно участие в этом, заботиться о нужной церкви, заботиться о том, чтобы нашей церкви было все необходимо для того, чтобы идти спасать людей, для того, чтобы приобретать людей для Царствия Божьего. И вот очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы наша вера, она была не только как бы в уме, да, как в школе, да, два пишем, пять в уме, то есть на самом деле, чтобы наша вера, она проявлялась в делах. Если мы любим церковь, да, то на самом деле необходимо, чтобы мы как-то жертвовали, принимали участие и не с унынием, да, как побор, да, или как еще что-то, но как говорит Бог, доброходно. То есть доброходно дающего любит Бог. Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры, каждого из нас, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы не оставались в стороне, да, как какие-то зрители, да, чтобы мы на самом деле принимали участие в том, чтобы наша церковь, чтобы церковь Иисуса Христа на земле, в которой мы насаждены, в которой мы родились, чтобы эта церковь, она возрастала, выкреплялась и приобретались спасаемые люди, которые взяты на смерть. Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Слава нашему Богу за возможность находиться здесь, в этом месте, славить нашего Бога, уделять Ему время и внимание. Слава нашему Господу. Тему, которую положил Бог сегодня говорить, рассуждать вместе с вами, называется так, личные взаимоотношения с Богом. И может быть, даже эта тема очень такая, да, может быть, о ней очень много говорили, но Бог совсем чуть по-другому сказал. Я даже думаю, что мы сегодня немножечко вглубь поразмышляем об этой теме, да, это очень интересно. Я хотел бы, чтобы мы начали с первого вопроса. В чьи руки лучше впасть? В руки Бога или в руки человека? Например, да, кто как думает. И есть в Библии два местописания, которые друг другу, один говорит одно, другой говорит другое. Это очень интересное местописание, и мы с этого начнем. Первое местописание написано в Евреям, 10 глава, 31 стих. Страшно впасть в руки Бога живого. Об этом писал Павел. Это очень интересное местописание. Смотрите, как считает Давид. 1 Парнипоминон, 21 глава, с 11 по 13 стих. И пришел гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя. Или три дня меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом, то есть пославшему с большой буквы про Бога будет. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И это очень интересное местописание. Там Павел говорит, что страшно впасть в руки Бога. Тут Давид говорит, что лучше я впаду в руки Бога, чем впаду в руки человеческие. Очень интересное местописание, но это меня вдохновило на одну вещь. У этого человека были личные взаимоотношения с Богом. Он Бога знал по-своему, и он знал, что если я впаду в руки Божьи, Бог милосердный, Он меня спасет. Другую историю Павел пишет, страшно впасть в руки. Павел тоже знает Бога, и он тоже говорит правильно. Я вам поясню, почему. Опять-таки на этом же самом горком примере Давида. Давайте я прочитаю. Смотрите. Очень извиняюсь, сейчас одну минуточку. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. Это Давид сказал, что лучше мне впасть в руки Божьи, чем в человеческие, потому что Бог милосердный. Дальше. Он велел исчезлить народ. Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на бумни Орни и в Усианину. Вот. Мы видим такую маленькую краткую историю, да, о том, что произошло. Давид согрешил, после этого к нему пришел человек, который ему говорит, выберите сам себе наказание, да. И Давид сказал, что я хочу, чтобы впасть в руки Божьи, потому что Бог милосердный. Если человек может где-то смилостиваться, да, то Бог тем более. Давид знал по-своему Бога, и он знал, что Бог по-любому будет заботиться о нем, по-любому. Он не сделает слишком плохо, потому что Бог на самом деле есть любовь, да. Но на этом горьком примере, где умерло 70 тысяч человек после того, когда Давид все-таки понадеялся на Господа, Павел пишет об этом, что страшно впасть в руки Бога, да. Страшно впасть в руки Бога живого. И у Павла были личные взаимоотношения, и у Давида. Но если мы будем действовать по чьим-то словам, а не по личным откровениям, не по личному взаимоотношению с Богом, мы никогда не будем знать, правильно ли мы поступили, и никогда не будем знать, чего ожидать от Бога. Я хотел бы, чтобы мы дальше порассуждали. Есть люди, например, да, которые знают, что я люблю, которые знают, что мне нравится. И зачем знать, кто что любит, да, например? Зачем это нужно делать? Например, если я разговариваю с кем-нибудь, с другом своим или еще с кем-то, да, я знаю, что он любит поесть. И в следующий раз, когда я его приглашу к себе в гости, я накрою именно то на стол, да, что он будет кушать с радостью, за что он мне скажет потом спасибо. Он будет радостно, ему будет приятно находиться. Но если я... у меня нет личных взаимоотношений с кем-то, и я приглашу его к себе в гости, и этот человек... очень извиняюсь. Я приглашу его к себе в гости, я не буду знать о его вкусах. Может быть, у него есть аллергия на что-то, может быть, у него есть какие-то другие предпочтения. Я ему накрою на стол, что попало, что на мой вкус, что мне нравится, да. Этот человек не будет кушать. И такое бывало не раз, когда приходил в компанию человек, которого мы не совсем хорошо знаем. Он не садил, он не кушал. Точнее, сидел с нами, он пил, может быть, сок, может быть, чай пил или еще что-то, но он не ел, потому что мы не знаем, что ему нравится, мы не смогли удовлетворить этого человека. Человек пришел в гости, и он, в принципе, не наполнился радостью, да. И это чем-то нам напоминает личные взаимоотношения с Богом. Для чего это надо? Есть момент, который Бог сказал каждому человеку. Делай так. И для чего он это сказал? Чтобы человеку самому было хорошо, чтобы человек не умер, да. Не ругайся, например, да, зачем тебе умирать раньше времени. Кому раньше времени умирать? То есть Богу от этого, в принципе, ничего не будет. Ты сам себе повредишь. Но есть личные взаимоотношения с Богом. Когда ты строишь свои отношения с Богом, да, для того, чтобы узнать, а как я могу тебя огорчить, например? Как я могу сделать что-то, что тебе не понравится? Вот чтобы мне не делать того, чего тебе не понравится, Бог должен с тобой иметь общение. Точнее, ты должен иметь общение с Богом. Чтобы узнавать, например, относительно тебя, в чем состоит воля Божья. В чем состоит она. Некоторые могут подумать, что есть люди более приближенные к Богу. А есть люди, которых Бог так близко не подпускает. И это неправильное мышление. Да, очень часто люди думают, что, например, есть более духовные люди. Вот они, например, отвечают за духовную часть нашей жизни. Да, я имею в виду сейчас про церковь, про отношения в церкви. А есть люди, которые, например, не могут, они, там, не знаю, работают, там, например, дают десятины и все. И этого достаточно, это все их личные взаимоотношения с Богом, да. Но это на самом деле не так. Это не так, потому что десятина – это, в принципе, твое отношение с Богом, правильно. Но все остальное отношение, если перекид в виду другого человека, ты сам, в конце концов, потерпишь урон. Так как человек, который не имеет личные взаимоотношения с Богом, у него никогда в жизни не может быть твердой веры. Никогда. Ему завтра скажут другую вещь, и он скажет, а, да, наверное, это было так, наверное, я в чем-то ошибался. И я вам скажу даже больше, для чего это надо. Возможно, будут люди, которые будут каким-то духовным авторитетом в глазах каждого из нас. И они потом могут встать и сказать, Бога нет, я ошибался. И что потом ты в итоге скажешь? Скажешь ли, да, я на самом деле, подожди, да, Бога нет на самом деле. Или же все-таки ты скажешь, что Бог есть, и ты говоришь неправильно, потому что я сам лично знаю Бога, я лично имею с Ним общение. И я не говорю сейчас какие-то связки, я хотел бы подтвердить это местописанием. В Иезекииле, 8 глава, с 1 по 18 стих, я хотел бы прочитать. Иезекииле, 8 глава. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим. Понимаете, да, о чем здесь речь идет? Они сидят все вместе. Сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим. И не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, это он уже описывает видение, которое он видит в присутствии тех самых старейшин. Я это подчеркиваю, вы сейчас поймете почему. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и отчреслил его и ниже огонь, и отчреслил его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы, руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле. И сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают, великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще больше мерзости. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним. И из Ания, сын Сафанов среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курения возносится кверху. Я хотел бы пока что здесь остановиться. Обратили внимание, да, что мы прочитали? Он сидит в присутствии старейшин. Они, возможно, славят Бога. Возможно. И Бог в видении ему показывает суть этих старейшин, что они из себя представляют. И он показывает Иезекиилю, что смотри, что они делают. Они в каждой своей расписанной комнате. Кодяты делают всякие неправильные вещи. Поклоняются непонятно чему. И дальше смотрите, что тут написано. А, и, между прочим, хотел бы еще почерпнуть. Смотрите, он говорит, 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними. И Язания, сын Сафанов. То есть один из таких людей, который, может быть, в их глазах был прям вот один из самых-самых высоких поставленных людей. Он тоже был среди тех людей, которые кодили непонятно кому. И смотрите дальше. И сказал мне, «Видишь ли, сын Человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Кто говорит? Старейшины, духовные авторитеты людей, которые отвечают за всю страну, за весь этот народ израильский. Дальше смотрите, что написано. «И сказал мне, «Обратись, и увидишь еще больше мерзости, как я не делаю». И привел меня ко входу у ворота дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фомузе. Фомузе — это этот, как его, как Бог плодородия у них считался. Они там думали, что будут плакать ему, и вот придет момент плодородия, и там будет что-то произрастать. «И сказал мне, «Видишь ли, сын Человеческий, обратись, и еще увидишь больше мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, «Видишь ли, сын Человеческий, мало ли дома Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестьем и сугубо прогневают меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши моих громким голосом, не услышу их». Мы прочитали тут такую интересную историю. Да, это на самом деле очень интересная история для каждого из нас, для того, чтобы подтолкнуть каждого из нас, чтобы иметь личные взаимоотношения с Богом. Потому что, если у нас нету личных взаимоотношений с Богом, нету своих личных убеждений, как надо поступать, если мы вдруг увидим собрание этих старейших, которые будут сидеть в расписанных комнатах своих, и койдить к кому-то, возможно, мы сядем вместе с ними и будем делать то же самое. Так как мы не знаем, правильно ли это или нет. А откуда мы будем знать, если у нас не будет личных взаимоотношений с Богом? Если мы не будем иметь личного откровения от Бога, так можно делать или нельзя? Потому что те старейшины тоже люди, они не боги. И они тоже сидели, и они, возможно, когда-то оступились и что-то не поняли. И обратите внимание, что они говорили. Они говорили, что оставил Господь землю сию. Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Поставленные Богом люди, может быть. Я не знаю, как они избирались, но я знаю, что старейшины люди, они со священниками чуть ли не наравне шли. То есть они даже имели такую власть говорить вместе со священниками с одного места. Я хотел бы, чтобы мы дальше подумали, поразмышляли, почему же Бог так хочет, чтобы у нас были личные взаимоотношения, и почему же нам это так очень важно надо. Смотрите, что написано. Я три места Писания прочитаю. Хотите, можете открыть. Первое место — это Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Второе послание Петра, 2 глава, 1-3 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Матфея, 23 глава, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерят, что затворяете Царство Небесное человеком, и вы сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вот, это очень интересное три местописания, где нас Иисус предостерегает, что вот смотрите, будут такие люди. Он не говорит, что это были, и я сейчас пришел, и сейчас вот все, вы все истину узнали, и все, больше таких людей не встретите. Так нет. Он говорит, что среди вас были, вот Петр говорит, да, говорит, были и лжепророки в народе, как и у вас будут. То есть он еще говорит в будущем времени. Это будет. Еще придут лжепророки, они будут говорить вам всякие, может быть, будут предсказывания какие-то делать. Придут, скажут так, говорит Господь. Я в прошлый раз видел, как Дональд Трамп, когда был президентом, он пришел в какую-то церковь, и там женщина говорит, «Я получила слово от Бога». Бог говорит, и показывает на Трампа, и говорит, «Все есть мой сын возлюбленный, которым есть мое благоволение». И это перед огромным количеством церкви. И это в наше время было. То есть я уже, это было слово к Иисусу, а человек употребляет вот так вот. То есть, опять-таки, из-за чего? Из-за любостяжания. Как тут дальше написано? Написано, что из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами. И вот так вот люди стараются делать. Но как мы можем узнать, например, правильно ли они делают или нет? А может быть, реально человек какое-то слово от Бога получил, и он говорит, «Как мне узнать это?» Например, человек стоит, говорит, «Так говорит Господь, мне Бог положил на сердце». А у тебя может быть неправильное взаимоотношение с Богом, и ты как бы сомневаешься, что ты можешь услышать слово от Бога. И как, например, понять тогда, как поступить? Вот для этого нужны личные взаимоотношения с Богом. Смотрите, самое вот такое вот главное, такое интересное вооружение, это когда у тебя есть какая-то информация, да? Даже вот есть такое выражение, проинформированное значство вооружение. Это на самом деле так. Бог нас проинформировал через слово свое, что будут лжеучителя, будут такие люди, которые будут даже, может быть, под именем приходить моим и говорить какие-то вещи, и будут показывать какие-то знамения. Но если не будем лично знать Господа Бога нашего, если мы не будем лично знать, что Он из себя представляет, кто Он такой, как Он действует, например, приблизительно, не будем знать голоса Бога, мы никогда в жизни не поймем. Лжеучитель перед нами. Может быть, человек не был лжеучителем, но стал, как-то там, а Сатана его свел с пути, и он вдруг стал, через него стал Сатана действовать. Как мы можем это узнать? Будем доверять его просто духовному опыту какому-то, когда он как-то действовал, а сейчас он делает неправильные вещи. Будем ли мы слушаться Его, да, например? Или же мы будем слушать Бога? Потому что даже, может быть, не через человека одного будет Сатана действовать, а, возможно, один человек будет говорить и свое мнение, и Божье. Если у нас не будет личных взаимоотношений с Богом, мы никогда не определим, человек это сказал или Бог это сказал? Потому что, возможно, человек говорит неправильно. Вот. Давайте дальше еще. Я вот несколько моментов таких скажу, да? Иисус как-то раз сказал, что овцы мои знают голос мой. Я не знаю, обращали ли вы внимание, как пастух пасет своих овец, да? Я не знаю. Но я, например, когда мы переехали вот в Бина, в нашу сторону, там есть один человек, он ходит, пасет своих овечек. Это очень интересное зрелище. Вообще, после уверования мне так интересно было на них смотреть. Иисус очень часто нас сравнивал с овцами, да? И я, короче, смотрю, как он делает. Он, там, они ходят, там что-то кушают, например, и он видит, что я иду, да? Там пустота такая, никого не бывает. Он видит, я иду, и он там какие-то такие вещи делает, и все. И они забились, так кулачок там меня с этого кулачка смотрит. Я прошел, а не дальше там расспросать. Очень было интересно. Я даже вспомнил свой случай в детстве, когда мы, по-моему, с папой в школу шли, я иду, и я слышу, там идет один какой-то пастушок, такой маленький, он на азербайджанском что-то им говорит, говорит, что-то там, эй, буракяй, наоборот, что-то такие вещи. И я у папы спрашиваю, я говорю, что, они что, на азербайджанском знают, что ли, да? Как они понимают, что он там говорит, буракяй, буракяй. Вот. Но сейчас я знаю, я получил откровение от Бога. Иисус не сказал, что люди мои знают мой язык, на каком языке я разговариваю, они знают мой образ общения. Он сказал, овцы мои знают голос мой. Самая суть услышать голос Божий. Возможно, он не скажет конкретно слово, может, он просто тебя позовет как-то там, я не знаю, по-своему, да? И тебе нужно услышать этот голос. Он может сказать на разных языках. Но я думаю, что даже если он будет на незнакомом языке говорить, в духе будешь понимать, что это Иисус говорит. И нужно прислушаться и узнать, что ты говоришь. Помните, да, он выходил притчами, говорил. Людям не было открыто это. Он на их языке говорил, но людям не было это открыто. Другие подходили, а что ты говорил, да? То есть у людей был интерес, и вот этот интерес, это желание получить слово от Христа, получить личное какое-то это, оно побуждало Христа давать откровение, да? Давать, точнее, открывать, точнее, слово, которое он говорил. И дальше, смотрите, вот есть еще такой момент. В принципе, да, сама суть Христа, одна из его пришествия, из сути его пришествия, зачем он пришел в этот мир. И было то, чтобы наладить наше личное взаимоотношение с Богом. Написано в Библии, что через кровь его мы примирились с ним. Через смерть Христа мы стали ближе, да, к Богу. И через жизнь его будем жить тем более. Да, то есть, как вам правильно пояснить, да? Если бы Христос не умер, у нас не наладились бы взаимоотношения с Богом. У нас был бы всегда какой-нибудь, как вот, грань была бы между ним. Обязательно принеси жертву. Вот сделай так, может быть, тогда тебя Бог услышит. Может быть, только через определенного человека мы знаем из Ветхого Завета, что тогда были определенные люди, поставленные, да, какие-то Богом, да, помазаны. Только один человек мог слышать, может быть, там 10 человек, но не могли все слышать Слово Божие. Точнее, голос Божий. Конкретно, да? Мы через Иисуса Христа получили такую силу, да, такое помазание. Мы можем лично слышать Бога. И если нас кто-то вводит в заблуждение, а мы реально хотим услышать Слово Бога, Бог нам сам в жизнь нашу проговорит. Потому что, возможно, человек не может достучаться. Я даже вот на молитве я делился, я еще одним откровением поделюсь. Я очень долго думал о том, что почему столько людей приглашали в церковь, да, а эти люди не остались в церкви. Почему? Да что-то мы делаем не так. Почему мы что-то делаем? Господь, как, например, нам сделать, чтобы поступить правильно, чтобы эти люди остались? Тогда Бог сказал. Он говорит, эти люди не остались, потому что вы их позвали. Но если позову их я, они здесь останутся, они никуда не уйдут. И это на самом деле так. И в Библии написано, должен привлечь Отец Небесный, чтобы человек пришел ко Христу. По-другому человек не может прийти. То есть у человека должно быть личное взаимоотношение с Богом. По-другому он не придет. Даже бывают люди, к которым Христос приходит, люди отворачиваются от Него. Они не хотят за Ним идти, потому что им нравится та сила питания, в которой они живут, и они не могут от этого отойти. Дальше хотел бы еще сказать. Бог был, Бог есть и будет. Бог живой, и Он говорит. И Он никогда не будет молчать. И если мы подойдем к какому-то человеку и зададим вопрос, я никогда не думаю, что человек промолчит и не ответит нам на этот вопрос. Даже если человек сам очень-очень злой или еще что-то. Я не думаю, если я к вам подойду, кому-нибудь задам вопрос, вы промолчите и не ответите. И если вы, например, человек, суть злодов в человеке, мы знаем это, поэтому Бог над нами работает, чтобы мы обновились. Если человек, например, он как-то отвечает, как-то у него внутренности не позволяет не обратить внимания, то Бог тем более, потому что смотрите, что в Библии написано. Во-первых, первое место Писания Лука, 11 глава, 9 стих. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. И вот с 11 по 13 стих написано. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злым, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. И это на самом деле очень помазанное местописание, очень такое прям, я не знаю, это конкретное откровение. То есть, если человек, будучи зол, если он злой какой-то, он в нехорошем настроении, и он может своему ребенку как-то сделать какое-то добро, то тем более Бог, который есть любовь, написано в Библии, никто благ, как только мой Отец Небесный. Это означает, что он реально саму есть доброта, и он не может не ответить. Если он какой-то период времени не отвечает, это не означает, что он на тебя не обращает внимания, никогда тебе не скажет. Видимо, просто пока не время тебе это узнать. И 22 Матфея с 1 по 3 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир и для сына своего, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать на брачный пир, и не хотели прийти». И это, на самом деле, тоже очень интересное месописание, потому что Бог нас зовет. Помните, Иисус сказал, что когда ты молишься, войди в тайную комнату свою, затвори дверь за собой, как бы обратись к своему Отцу Небесному, и Он в тайне, видя твое тайное, будет воздавать тебе явно. И здесь мы видим, что Он говорит, «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов созвать их званных на брачный пир». А нас чаще всего куда зовут? Вы обращали меня? Бог нас чаще всего куда зовут? Он зовет нас в тайную комнату, чтобы мы с Ним уединились и находились в общении. И очень часто что бывает? Сейчас я это досмотрю, приду, сейчас я туда работу доделаю, приду. Помните, да, как они здесь и говорили? Я пойду на свадьбу, не на свадьбу надо, я не могу прийти сейчас. Или еще что-то как-то по-другому. Вот. И мы на самом деле знаем, что не нужно так делать. Если Бог нас зовет, не нужно Ему отказывать. Не отказывайте Богу, уединяйтесь с Ним в тайной комнате и узнаете больше, чем проповедуется. Слава нашему Господу! Сегодня жарко. Давайте, чтобы не заснуть, встанем, прославим Господа, заведимся еще раз немножечко и продолжим. Слава нашему Господу! Сила Моя! Сила Моя! Начинается Сила Моя! Сила Моя в Тебе, Господь, Ты исцеляешь Дух и Плость, Мой всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, Слышу по всему голос Твой, Мой вестесущий Бог. Иисус огнет Божий, Иисус огнет Божий, Достойен имени Своего. Иисус огнет Божий, Иисус огнет Божий, Достойен имени Своего. Иисус огнет Божий, Достойен имени Своего. Иисус огнет Божий, Иисус огнет Божий, Достойен имени Своего. Иисус огнет Божий, Достойен имени Своего. Иисус огнет Божий, Иисус огнет Божий, Иисус, огнет Божий, достоин имени Своего, Иисус, огнет Божий, достоин имени Своего. Иисус, огнет Божий, достоин имени Своего, достоин имени Своего. Аллилуйя! Присаживайтесь, братья и сестры. Слава Богу, всем мир Божий, и вам всем желаю благости, благодать и милости Божьей для познания Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Имеющий уши услышал, что Бог говорил сейчас. Вы слышали, да? Господь говорил через Своё Слово. И будем продолжать говорить. Я хочу сказать некоторые вещи, которые я сидел и Бог получил на сердце вам сказать. Пожалуйста, когда вы приходите на служение, берите с собой Священное Писание и открывайте, читайте, когда здесь говорится Слово Божие. Следите за тем, что слышите. Потому что вы будете отвечать за то, что вы слышали. Если вы слышали правильные вещи, но не применялись в своей жизни, будете отвечать перед Богом. Иисус не просто сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Он не просто Слово сказал. Он сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Слава Иисусу! Второе, то, что хочу сказать. Если ваше сердце закрыто для Слова Божьего, вы никогда не изменитесь. И в вашей жизни ничего хорошего не будет. Если ваше сердце не открыто для Господа, для Его Бога, в вашей жизни ничего хорошего не будет. До тех пор, пока вы не смиритесь. Потому что Бог смеленным дает благодать. А гордым что делает? Противиться. И третье важное. Бог видит каждого из нас. Написано 2 Тимофея 3 главе. В последние времена будут времена тяжкие. Будут люди горды, надменные. Помните? Имеющие вид благочестия. Имеющие вид благочестия. А силы его отреклись. И Бог знает, кто имеет вид благочестия, а кто на самом деле живет благочестие в жизни. Хорошо. Давайте откроем. Это было три вещи, которые Бог мне сказал, делиться, сказать вам. Тимофея 7 очень против называется так. Кровь Христа говорит. Вот этот раз говорили, что будем говорить о том, что кровь Иисуса говорит. Я вам хочу сказать одну важную вещь, что в этом мире все, что Бог сотворил, все творение имеет свой голос. Потому что у Бога все живое. Он есть Бог кого? Живых. Правильно? Иисус что сказал? Бог есть Бог живых. У Него все живые. Понимаете? Это мы думаем, что у Бога не все живые. У Бога все живые. И каждое творение, что Бог создал, оно имеет свой голос говорить. Помните? Псалмана говорит. День передает ему речи свои. Небо имеет свой голос. Земля имеет свой голос. Солнце имеет свой голос. Все творение имеет свой голос. И все творение говорит о славе Божией. О том, что есть Бог всемогущий. Потому что, помните, я где-то это слышал. Даже, говорит, стены будут говорить против тебя, если ты будешь противаться Богу. Стены. А красные стены тоже есть голос. Они свидетели. Вот то, что мы с каждым воскресеньем собираемся, да? Слышим Слово. Стены эти, они свидетели. Вы согласны с этим? Аминь. Все имеет голос. И все говорит. Все говорит о славе Божией. И все говорит или против тебя, или за тебя. Давайте откроем книгу Колоссяна 1 глава 19 и 20 стихи. Послание Колоссяна 1 глава 19 и 20 стихи. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его перемирить с собой все, умретворив через Него кровь и креста Его, и земное, и небесное. Что было угодно Отцу? Вот здесь мы читаем. Угодно было Отцу. А что было угодно Отцу? Чтобы в Иисусе Христа обитала всякая полнота. То есть во Христе есть вся полнота мудрости, истины, жизни, совета, откровения, света, всего. Вся полнота находится в Иисусе Христе. Если мы не приходим к Иисусу, и наша жизнь не проявляется через Иисуса Христа, то мы лишаемся полноты Божьей. Все, кем является Бог, и все, что Он делает, делал и будет делать, открывается только через Иисуса Христа. И поэтому Иисус сказал, видевши Меня, видел Отца. Чтобы нам знать Бога лично, какой Он есть, нам нужно знать кого? Иисуса Христа. Имеем ли мы Сына Божьего? Имеем мы вечную жизнь, написано. Имеющий Сын имеет Отца. Правильно? Но антикрист отвергает и Отца, и Сына. Почему? Потому что, если нет Сына в нашей жизни, Сына Божьего, то нет Бога. Все. Мы можем говорить много о том, что я верю в Сына Божьего. Но если Сына Божьего в нашей жизни нет, и Он не проявляется через нашу жизнь, то нет и Отца. Но вся главная комната находится в Иисусе Христе. Естественно, написано, что и Бог посредством Христа Иисуса примирил нас с Собою. Примирил все с Собою. То есть, поймите правильно, все уже примирено с Богом. Все человечество, которое рождалось до нас, которое рождается сегодня и будет рождаться завтра и подзавтра. Бог примирил всех людей, все человечество с Собою. Как? Благодаря тому, что сделал Христос на Голгостном кресте. Он примирил с Собою. Никто не может примириться с Богом, если Бог его не примирит с Собою. Бесполезно это. Но Бог всех примирил с Собою. Он позволил всему человечеству прийти к Нему. Понимаете, что это означает? Для человеческого плотского ума это ненормально звучит. Но это есть истина, что Бог разрешил всем людям. Всем людям. Независимо с какой национальности, в какой семье родился. Независимо он состоялся в этой жизни. Независимо он больной или здоровый. Все человечество Он пригласил к Собою. И примирил с Собою. Для чего? Как Он примирил? Через то, что сделал Христос на Христе. Через кровь Иисуса Христа. Не только примирил с Собою все человечество. Он примирил земное и небесное. А сейчас все земное и все небесное соединено в Иисусе Христе. Через Его кровь соединилось все земное и небесное. То есть видимый мир и духовный мир соединен через кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. И поэтому все небеса, все небеса Божии находятся с нами вместе. Аллилуйя. И мы имеем облако свидетелей написано. Помните, евреям написано? Свидетели кого? Тех, кто жили до нас. Герои веры. Моисей, Иосиф, Авраам, Исаак, Яков. Облако свидетелей. Которые были свидетели тому, что Христос должен прийти. Но я хочу сказать, что каждый из них имел откровение личное, что Иисус есть агнец Божий, законный прежде создания мира. Прежде создания мира Иисус был законным. Это написано в книге «Откровение 12 главе». Мы тут раз читали. То есть они не видели Христа, но они имели откровение о том, что Христос есть тот, кто искупил все человечество. Аллилуйя. Я благодаря двум откровениям остался в Господе. Я когда принял Христа, я в этот день получил откровение, что я родился свыше. У меня не было Библии. Я Библию не читал. Но я получил откровение, что я родился свыше. И второе откровение, что я буду служить Ему. Он мне сказал. Ты будешь мне служить. Все. Я буду вести тебя сам путями разными, и ты будешь идти. Мы не можем жить словом человеческим. Поймите, верующие братья и сестры. Тебя человек не спасет. Тебе человек ничем не поможет. Тебе нужно жить словом Божиим, сказанным в твою жизнь, в твое сердце. Лично через откровение Духа Святого. Конечно, на основании Священного Писания. Дух Святого не говорит свое. Дух Святого говорит то, что он сам записал. Но она должна жить для нас. Она не должна оставаться здесь в форме буквы. И ни один человек не может и не имеет права ни одного человека привести к Богу и изменить его. Это абсурд, это заблуждение. Дух Святой дал нам, чтобы нас преображать в образ Иисуса Христа. И Дух Святой говорит то, что говорил Христос и то, что делал Христос. Христос умер на кресте за грехи человечества. Третий день воскрес. И его кровь сегодня свидетельствует об этом, об этом примирении с Богом. Бог утвердил свой шалом. Шалом это еврейское слово, взятое от другого слова еврейского. Нишлам. Нишлам означает, Иисус сказал, совершилось на кресте, помните? То есть от этого слова совершилось, пришел шалом, пришел мир. Если бы Христос не совершил, не было никакого мира. Ты не можешь получить в мир то, что ты делаешь сам лично. Это невозможно. То, что ты делаешь, пытаешься делать, чтобы получить в мир радость, ты не получишь никакого мира. Бог это не принимает. Это нелегальный путь. Это незаконный путь. Это беззаконие. Законный путь только благодаря крови Иисуса Христа. Иисуса Христа совершилось и дал мир Божий. Если в тебе мира нет сегодня, то есть у тебя нет отношения с Богом, то есть ты отступил от Христа. И тебе нужно возвратиться ко Христу, к источнику жизни, к источнику тому, который есть Искупитель твой. Аллилуйя. Что сказал Йо? Искупитель мой жив, и я увижу его своими глазами. Какой Искупитель? Еще Иисуса Христа не был. Я опять говорю. Они все получили откровение, что Христос есть агнец, законный прежде создания мира. И Он Искупитель наш. Искупитель жив, и значит мы тоже живые. Аллилуйя. И мы увидим Его своими глазами. Глазами своё сердце каждый день. Имея откровение и общение с тем, кто нас возлюбил. Аллилуйя. И до конца возлюбил нас. И никогда не оставит нас, не покидит нас. Но мы можем Его оставить, когда мы решаем поступать по своей воле. Поступать по своей плоти. Не имея никакого утверждения от Христа. Именно кровь Иисуса Христа утверждает в совершенстве Иисуса. Именно кровь Христа утверждает то, что совершилось на Голгостем Кресте. Аллилуйя. И мы, как церковь Иисуса Христа, приходим на все места, куда мы не идём. Где мы не находимся. Там. Именно там, где мы находимся, куда мы идём. Мы приносим туда кровь Иисуса Христа, потому что кровь Христа внутри нас находится. послушайте его кровь стала нашей кровью нашим физическим цели произошло изменение на уровне днк наша днк изменилась его днк стала наша днк его герецко стала нашей денег почему апостол павел сказал что мы его рот что урод мы божий рот аллилуйя мы поколение от бога через христа разъемность заново мы новое человечество благодаря тому что сделал христос и кровь христа говорит что у нас новая днк у нас божья тема наша денька падшая испорченна греховная оно было изменено через действие крови иисуса христа но нужно это не только знать нужно в этом верить и этим жить у нас новая герецко у нас новая днка и кровь христа об этом говорит куда бы мы не идем и просим туда кровь христа на физический жизнь. Мир. И на духовный мир. Аллилуйя. И кровь Христа начинает говорить, свидетельствовать громче того, что произошло в твоей жизни и происходит сегодняшний день. Если ты не слышишь голос крови Иисуса Христа, ты будешь слышать голос свой, своего эго, своей плоти. А этот голос не ведет Царствие Божие. Кровь Иисуса утверждает шалом. Шалом то, что совершилось на кресте. Когда говорит кровь Христа, то говорит о том, что есть истина. А говорит о примирении. Истинное примирение это возвращение полностью в того, кто есть твой Бог. И стать одним целым с Ним. Минь разделимым. Слово Адам, мы тут разговаривали, состояли из двух слов. Иллахим. Это одно из имен Бога. Это одно из откровений грани Бога. У Бога есть многогранный. Мы не можем знать только Бога Всемогущего или Бога Святого или Великого. У Бога много граней. И каждое имя Господа Бога нашего открывает его новые свойства. Но нужно это познать. Помните, почему они ели полного Агнца в исходе? Они ели всю Агнца. Агнец. Агнец Божий. Христос Иисус образ, да? Он все имена Божьи и Божественные влек в себя, соединил в себя. И когда мы видим Агнца, когда мы кушаем Агнца, мы кушаем всего полноту Бога. Все его имена, да, открываются. И открываются его грани. Понимаете? Но это не открывается через то, что ты получишь какое-то знание. Тебе нужно познание этого Бога. Познание того, который имеет много граней у себя. И Элохим, одно из имен, одно из грань или свойство Бога нашего, называется управляющий, владычествующий, законодатель. Итак, Адам это кровь. Кровь. Элохим и Адам. Но сегодня мы имеем другого Адама, последнего Адама. То есть, что же произошло? Последний Адам это кто? Христос Иисус. И в этом имени, последнего Адама, есть имя Элохим, грань Бога, который владычествует, и кровь Иисуса Христа. Бог владычествует сегодня через кровь Сына Своего. Аллилуйя. Потому что именно кровь Сына Божьего победила, делала. И разрушила Его власть над человеком. Кровь Христа была принесена в небесном святилище. Не на земле просто, она была принесена там, в вечности. Во святилище небесном, именно из небесного святилища. И говорит, и святерствует кровь Иисуса Христа. Она течет через Церковь Божию с неба на землю. Действуя и говоря. Кровь Христа Симон течет через тело Иисуса Христа. У нас есть своя кровь, правильно? У нас организм. Если у нас кровь не будет течь, наша жизнь остановится. Кровь постоянно, что делает? Внутри нас течет. С большой скоростью. И так же в тело Иисуса Христа. А церковь Его тела. Церковь тела Христа. И в теле Христово течет, что? Постоянно движется кровь. И она говорит. Она утверждает мир. Она утверждает победу. Она утверждает славу Божию. Евреям 9 глава. С 11 стиха. По 15 стихи. Евреям 9. С 11 по 15 стихи. Но Христос, первосвященный будущих благ, придя с большую и совершенную шискинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскриненных, дабы чисто было тело, то коль мы пачим кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Бога, очистим совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аллилуйя. Слава Иисусу. Вечное искупление мы зачитали в 12 стихе. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Невременное. Вечное искупление. Мы куплены однажды навсегда, чтобы жить в этом искуплении. И кто должен жить в этом? Бог или мы? Мы признаем жить. Искупление произошло вечное. А живем ли мы в этом? Или нет? Если не живем, у нас большая проблема с Богом. В отношении с Богом. Почему у многих совесть больная? Почему у многих верующих совесть их осуждает? Потому что нет покрытия Божьей правильности. Почему это происходит? Это замкнутый круг. Круг Иисуса Христа разрывает этот замкнутый порочный круг совести человека. И приносит жизнь. Внутри нас есть круг жизни. Что такое круг? Это вечная жизнь. Внутри тебя есть круг жизни. И это все очищается только через круг Иисуса Христа. Когда человек верующий думает, что он не побольше помолился, не прочитал достаточно Слово Божие, совесть начинает его осуждать. Ты сегодня мало читал, мало молился. Совесть у многих верующих Иисуса Христа имеет отягощение. От чего? От непонимания того, что Бог простил нам все грехи. Бог нам простил все грехи, открыл путь в свое царство через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Совесть у многих с большим грузом вины и стыда живет. Сегодня многие верующие живут чувствами в ней. Почему? Потому что не уверены, что Бог их любит, Бог их слышит и принимает. Совесть у многих верующих направлена против человека, а не на самого человека. Совесть должна быть направлена на человека, не против человека. Это не означает, что мы должны быть бессовестными. Из-за множества живых твердым о себе и о Боге у многих совесть оскверлена и их осуждает. Но мы знаем, что если написано в Писании, если мы согрешили, то мы имеем кого? Ходатая, нога, завертая, жертву, умиростремление. Когда мы признаем свои грехи, Бог нас прощает или не прощает? Нет. Бог нас прощает. Означает ли это, что мы должны оставаться в этом состоянии дальше? Нет. И продолжать делать так, как делали дальше, и поступать, и жить так. Да, это главное, это право. Если мы так живем и поступаем, то мы в неправильном состоянии, то мы уклонились от истины. Свобода приходит в совесть через то, что кровь Христа говорит и действует. И она очищается только через кровь Иисуса Христа. Кровь Христа говорит громче, чем твои понимания жизни. Больше, чем твои грехи. Аллилуйя. В Ветхом Завете люди знали, чтобы было прощены грехи, нужна была принесена кровь. И только через кровь они получали что? Прощение грехов. Переносить кровь на все участники своей жизни и говорить Слово Божие. Что говорит нам Божье Слово в Новом Завете? Давайте откроем Римлян 6 главу на минуточку. Мы сейчас возвращаемся к Евреям 9 главу. Римлян 6 глава. Или калиферам. Калиферам 6 глава. Первый. Сейчас я найду. Первый посланник, Калиферам 6 глава. 9 стиха. Или не знайте, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идлослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоручивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас. Не написано, что остались. Были. Но омылись. Но осветились. Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Что здесь написано? Омылись, очистились, оправдались. То есть, изменились, да? Если омыты, очищены, оправданы, изменился что? Статус, положение. Вот смотрите, давайте возьмем такую вещь. Идет суд. Человек сделал преступление. Правильно? Воровал, взял у кого-то, что он должен взять. Ограбил чей-то дом. Его поймали. Был суд. Он попросил прощения у хозяина. Прости меня, что я у тебя взял эти вещи. Хозяин его может простить. И может не простить. Ну, допустим, простил. Судья его простит? За то, что он попросил прощения? Нет. Даже он даже признает свою вину. Скажет, что я был неврорен, я взял. Это было неправильно, простите меня. По-человечески его можно простить. То есть, да, прощать. Но он должен сидеть, а не должен нести наказание. Смотрите, написано, но мы омылись, оправдались, очистились. Девятый стих очень интересный. Написано, сейчас скажу. И такими были, были некоторые из вас. Не все были такие, но некоторые из вас были такие, да? И что сделалось? Про что? Омыть очищение, оправдание через кровь Иисуса Господа. Что вы сделали? У вас поменялся статус. Вы стали оправданными, прощенными, искупленными. Аминь. И благодаря крови Христа мы сегодня не идем в тюрьму, ага. Потому что кровь Христа нас что сделала? Искупила вечным искуплением. Аллилуйя. Бог нам простил, нас примирил, искупил. Аллилуйя. Но если мы противимся Богу, отвергаем Его истину, отвергаем Его волю и живем по своему пониманию, мы будем наказаны или нет? Богом. Страшно впасть, мы слышим, руки Бога живого. Почему страшно впасть? Потому что Бог есть не только ходатай, а Бог. Он не судья праведный. Он судит не по плоти. Аллилуйя. Он судит по мотивам человеческого сердца. Мотив сердца. Понимаете? Хорошо. Слава Богу. Римлянам 5 глава, 8-9 стихи. Римлянам 5 глава, 8-9 стихи. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И дальше написано. Посему, тем более ныне, будучи оправданным кровью Его, спасемся им от гнева. Аллилуйя. Оправданной кровью Христа. Только кровь Христа можно оправдать тебя. Никто больше и ничто. Не твои духовные стажи в церкви, я три стажа уже верующий. Не твоя хорошая молитвенная жизнь. Не прекрасное знание Писания. Не потому что ты лидер ячейки или служитель церкви. Если кровь Христа не оправдывает, ничто не можно оправдать человека. И не спасен от гнева Божия. Аллилуйя. Слава Иисусу. Оправдали происходит только через кровь Христа. И кровь Христа говорит о том, что мы не можем быть оправданы. Без Него невозможно. Не от нашей самоправедности мы оправдываемся, благодаря оправдываемся. Не потому что мы уже должны доказать, что мы уже достойны. Нет. Только через кровь Христа. Есть служение оправданий, есть служение обвинений. Они оба существуют в сегодняшний день. Что делать в служении обвинений? Служение обвинений постоянно обвиняет человека верующего. Ты еще не достоин, тебе еще нужно достигать праведности Божьей, тебе нужно стараться жить правильно, стараться. Не написано в новом завете стараться. Иисус сказал, будьте святы. Не сказал, старайтесь быть. Правильно? Будьте совершенны. Не сказал, старайтесь быть совершенны. Будьте милосердны. Правильно? Он не сказал, что старайтесь быть милосердны. Он сказал, будь святыми. Он не сказал, старайтесь быть светом. Ты или свет, или тьма. Невозможно быть. Понимаете? Старайтесь быть светом. Потому что то, что сделал Христа внутри нас, оно вечное. Если оно там есть, Она будет развиваться, расти и приносить изменения, действия. Слава Богу. Если кто-то оправдан, на нем больше нет ни вины. Если кто-то оправдан, его никто не может обвинять. Суть не в том, что сделали мы или делаем мы. Суть в том, что сделал Христос. И надо всегда прибегать ко Христу. Если ты упал, встань и побеги к Нему. Если ты совершил, признайся. Не скрывай свои преступления и грехи. Не думай, что все никто не узнает. Мы за сегодня слышали. Старейшины говорят, что никто не узнает. Как это не узнает? Это глупое рассуждение. Никто не узнает, да? Никто. Это Бог же знает. И ничто не может сокрыться от Господа. Все тайно станет явным. Если ты не откроешься, тебя откроют. Если ты не разденешься, тебя разденят. Лучше самому раздеться в духовном смысле. Да, может, тебя будут снимать. Почему Христа раздели? Вы знаете, Он там голодом висел на кресте. У Него ничего не было. Голод, раздели Его. Он должен быть раздетым. Он царь слава. Аллилуйя. В Нем было никакого греха и вины. Но Его раздели, потому что мы там были раздеты. Понимаете? Мы были раздеты в Нем. Мы там были обнажены. Для чего? Чтобы потом быть покрытой кровью Иисуса Христа. Покрытой кровью Агнца. Аллилуйя. И кровь об этом говорит. Иисусу слава. Нам больше и важно говорить, кто мы только в Нем. Мы во Христе можем быть благословенными. Мы во Христе праведники святые и чистые. Аллилуйя. Не мы сами по себе хорошие такие святые. Мы во Христе праведники. Благодаря Христу мы праведники. И это изменяет много чего в жизни человека. Когда это приходит понимание, это освобождает тебя. И тебе приходит мир. Покой и радость. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мы во Христе. И это важно. Знать и в этом оставаться. Слава Богу. Евреям 13 глава, 90 стих. Евреям 13, 12. Церковь нуждается в крови Христа. Свидетство крови. Сегодня очень мало говорит о крови Христа. Очень мало. Редко. Только во время причастия вспоминает. И то тогда месяц один раз, к сожалению. Но нам нужно в этом жить. Потому что там, где кровь, там жизнь. Жизнь. Аллилуйя. Евреям 13 глава, стих 12. То Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Что сделал? Кровь Иисуса Христа осветила людей. Все, что касается его крови, освящается. Если ты прикасаешься крови, ты будешь освящен. Все, что касается крови, освящается. Потому что в крови есть такая сеномогущественная. Помните, когда Христос прокаженному исцелил? Почему и Христос не осквернился? По закону Моисеева, никто не имел права прикаснуться к прокаженному. Почему? Потому что проказы – это проклятие, это сквер, это нечистота. И никто не имел права прикасаться к нечистоте. Но это был образ того, что человек гречен не может прикоснуться к святому Богу. Но святой Бог может прикасаться к греченному. Его что сделать? Осветить. Христос положил свои святые руки на прокаженному человеку, сказал, будь чист. И сила всемогущего Бога. И стерила его, и осветила его. И кровь Иисуса Христа освящает. Она не оскверняется ни от кого. Понимаете? Но она освящает. И все, что касается крови. Кто бы ни прикоснулся к крови, он будет освящен. Разбойник на кресте. Он прикоснулся к крови Адамса. И он был что? Освящен. Что бы освящен? Это отделение для Бога. Отделение для Бога. Аллилуйя. Вот почему важно не бежать от вечерей Господней, а бежать к вечерей Господней. Я не достойно принять причастие сегодня. Почему? Я согрешу. Испобейте свой грех, иди принимай причастие. Вечерей Господней не прощает грехи. Иисус сам сказал, едущий Моя плоть и пьющий Моя кровь имеет что? Чувствующий вечер. Почему Он так сказал? Мы будем говорить это в следующий раз. Я не хочу торопиться. Сегодня будем говорить о том, что кровь говорит. Хорошо. И поэтому важно принимать участие в вечерей Господней. Есть плоть Христа и пить Его кровь. Аллилуйя. Когда ты это делаешь осознанно, осознанно, ты освящаешься. Отделяешься от всего того, что не святое. Понимаете? Каждый раз, когда ты принимаешь причастие в вечерей, ты утверждаешь, что ты отделен для кого? Для него. Поэтому принимай вечерей Господней всегда. Если ты это делаешь неосознанно, это тебе будет осуждение. Посмотри на те сферы своей жизни, где нужно освящение в тебе. Посмотри на те сферы своей жизни, где еще ты не отделен там для Бога. Понимаешь? И делай это осознанно. Принимай в вечерей осознанно, осознанно. Что это означает? Это не означает, что ты принимаешь машинально автоматически, как обряд. Он осознает, осознай это. Христос не просто сказал, едущий Моя, плод пьющий Моя, Железмечная. Он не просто это сказал. Понимаете? И поэтому пусть приходит свет, Божий свет на эту область, на область жизни. Это очень важно. Далее. Кровь Христа свидетельствует истину. Кровь Иисуса Христа 24 часа в день и 7 дней в неделю постоянно, каждую минуту, каждую секунду свидетельствует. Каждый минуту, каждую секунду говорит об истине. Что он освобождает, примиряет, оправдывает и освящает. И освящение это процесс, который не прекращается. И поэтому мы всегда принимаем вечерию Господнюю, чтобы оставаться в процессе освящения, то есть отделения для Бога. Бог искупил нас один раз вечным искуплением, а освящение это процесс. Это непрекращающийся процесс. И поэтому кровь Христа, это тоже не прекращает говорить и свидетельствовать. То, что мы читаем Евреям 9 главу, возвращаемся туда. Посланки Евреям 9 глава 11-12 стеки. Но Христос, первосвящим будущих благ, перейдясь в большую и совершенную шискинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью, как злобный телцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аллилуйя. Это совершил скини, который не от этого мира. Если мы читаем 11 стих, он что сделал? Пришел с другой скини, который не от этого мира. Ни скини Моисима, ни человеческое построение. Это небесные скини, аллилуйя. И это произошло в Иисусе Христе. Христос был не от этого мира. Это скини не от этого мира. И также мы не от этого мира. Если мы что-то строим от этого мира, то мы находимся в поражении. Потому что кровь Христа не от этого мира. И кровь Христа никогда не будет утверждать то, что ты строишь от этого мира. Она это не принимает. Потому что мир противится крови Иисуса Христа. 11 стихи мы читаем о том, что Христос перевосвещен в будущих благ. Он пришел с другой скини, ненукотворенный. Интересно? То есть не принадлежащий этому миру. Не принадлежащий этому миру. И поэтому только кровь Иисуса Христа можно нас повезти туда, откуда сам пришел Господь. А куда нас ведет кровь Христа? В небесное святилище. И мы сегодня стоим не здесь. Мы стоим сейчас там, сидя здесь, перед престолом Бога Всемогущего. Мы сейчас находимся не только здесь. Мы находимся там сейчас, в старстве Божьем. Мы стоим сейчас перед престолом Бога. Аллилуйя. Мы находимся в сомне ангелов. В славе Божьей, где происходит постоянное поклонение и говорящие, достойный агнец Божий, проливший кровь, приняв всю славу, честь и хвалу, силу, богатство и благодарение. Аллилуйя. И поэтому вне крови нет никакого движения. Любая церковь, любое служение, которое начинает функционировать без крови Христа, там нет действия святого духа, там действует плоть и человек. И она остановится. Она будет смертоносной и поражением. Но если там, где кровь почитается, кровь Сына Божьего, там, где кровь Христа почитается, там действует святой дух. Если наш мозг без крови Христа действует, она не находит никакого покоя. Потому что мозгует сам по себе. потому что это человеческая кровь, конечно, функционирует. Понимаете? Но мы имеем ум Христов. И когда мы уму Христову даем место, тогда кровь Христа начинает что делать? Действовать. В нашем теле. Аллилуйя. Кровь Христа говорит о Божьем путях, о Божьем действии. Наша человеческая кровь говорит о наших путях, о наших действиях. И это совсем большая разница. В 13-м стихе мы читаем. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель тибинцев через окропление освящает оскорненных, дабы чисто было тело, то есть это грешное действие, дальше написано, то коль мы пачи кровь Христа, который духом своим, святым, принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истину. Итак, то есть то кровь, которую проносил в Ветхом Завете, кровь тельцов, козлов, адамцев, она освящала что? Тело. А кровь Христа освящает вручность наша. И это истинное служение Богу. То, что ты делаешь внешне, она неистинная может быть. А то, что внутри происходит в нас, вот это истинное, понимаете? И кровь Христа занимается нашей вручностью, понимаете? Не нашей внешностью. Как мы хорошо поем, как мы хорошо говорим, как мы хорошо молимся, как мы хорошо Слово Божие говорим или знаем. Нет, он идет глубже внутрь нашего сердца. Аллилуйя. Только через кровь Христа можно изменить свой звук и свою вибрацию. Вы знаете, у нас есть своя вибрация. Вот когда у нас сердце бьет, сердцебиение, это вибрирует, вибрация происходит. Когда у нас кровообращение действует, У кого-то высокое давление, у кого-то есть, когда это вибрация. И также у нас есть свой звук нашего тела. Только через кровь Христа наш звук, наша вибрация изменяется на звук и вибрация самого неба. Все, что сотворил Бог, мы говорили, имеет звук и вибрацию. Что такое вибрация? Вибрация это латынское слово вибрацию, означает колебание, дрожание, дрожание. Единственным, естественным источником вибрации является шторм, ураганы, буря, землетрясения. Они вибрируют. А искусственным источником вибрации являются различные двигатели, транспортные средства, автобусы, машины. Они вибрируют. Телефон, акустическая система, акустика, да? Акустика. Это все системы, они вибрируют, дают искусственную вибрацию. Вибрация передается через почву земли, через воду, через атмосферу и распространяется на значительные большие расстояния и достигает отдельного участка тела человека или на все человека. Вибрация может принести негативные воздействия и болезни. Понимаете? Но есть вибрация самого человека. Мы говорили об этом, что в теле человека есть вибрация. Вибрация возникает от передвижения молекул в нашем теле, от сердцебиения, от движения крови внутри нас, от сокращения наших мышц. Когда наши мышцы напрягаются, расслабляются, происходит что? Вибрация. Если читаем «Бытие» в первой главе написано, что Бог сотворил небеса и землю, и Дух Божий носился. Вибрация написана «Дух титой вибрирует производил вибрацию». И в этой вибрации Бог сказал «Да будет свет». Понимаете? свет тоже есть вибрация, самая качественная и совершенная вибрация. Звук. Что такое звук? Звук – это воспринимаемое слухом физическое явление, которое порождается колебительными движениями воздуха воздуха какой-то среды. А что такое звук? Другое понимание. Это членоразделный элемент человеческой речи. То есть, когда мы что-то говорим, мы издаем звук. Есть звуки, которые мы слышим, есть звуки, которые мы произносим. И вот, когда мы живем во грехе, мы издаем звук, и мы производим вибрацию. И эта вибрация приносит что? Разрушение нашей жизни, разрушение наших домов, разрушение вокруг нас. Потому что грех тоже что делает? Издает свой звук и свою вибрацию. И кровь Иисуса Христа она что делает? Она призвана изменить этот звук и вибрацию на звук неба и на вибрацию неба. Кровь Иисуса Христа настраивает нас на небесный звук. Какой у неба небесах звук? Вы помните что сказал Павел? Я знаю одного человека который был где? На третьем небе и слышал там что? Слова неизреченные он слышал какие-то звуки и он не мог это описать потому что это Бог ему не позволит. На небесах постоянно есть вибрация Божественная вибрация Божественная и кровь Иисуса Христа хочет нас настраивать на небесный звук на небесную вибрацию Аллилуйя небесное земное соединено у кого? Во Христе Иисусе и церковь является телом кого? Иисуса Христа и в тело должно течь чья кровь не наша кровь а кровь Иисуса Христа если это так есть истина то должно быть звук неба в церкви Христа и вибрация неба вибрация неба потрясает сотрясает возжигает в нас огонь любви и все это происходит через кровь Иисуса Христа Откровение 12 глава 10 по 11 стихи книга Откровение 12 глава 10 по 11 стихи И услышал я громкий голос говорящий где? На небе Видите? Звук неба И что говорится на небе? Ныне настало спасение и сила царства Бога нашего и власть Христа его потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавший на них перед Богом нашим день и на ночь что сделал произошло там? Сатана упал оттуда Он больше там не может издавать звуки перед престолом Бога Почему? Потому что туда перенесена кровь Иисуса Христа Все кровь Христа перенесена в небесные скинь понимаете? То есть произошло вечное искупление кровь Христа перенесена на небесную скинь и перед престолом Вы знаете перевозочек что делал когда в Голдадзе находил скинь для того чтобы совершить праздник Йонгкебур Мы тут раз говорили праздник искупления Израиля Помните в Голдадзе нас Прочитайте внимательно там левитом написано в 16 главе если начинается Он что делал Он брал этот кровь агант жертвы Он ходил во святой святых Он не ходил через куб или открыл глаза Он проходил как через стену чистым святым покрытым кровью Он мог ходить туда сверхъестественным образом Понимаете проходил туда за задость и окроплял 7 раз крышка ковчега Почему крышка ковчега это престол благодати ковчег сам имеет две скрижали закон но крышка ковчега над ковчегом то есть благодать перевозносится над законом если мы под законом мы не под благодать тогда кровь хреста не действует в нашей жизни но если мы под благодать кровь хреста действует и кровь хреста говорит и утверждает и вот прерусвященный окроплял 7 раз крышка ковчега о чем говорил об искуплении израильского рода арилуя в год один раз а мы искуплены вечным искуплением и Иисус Христос вошел небесное святилище пред престол благодати отца предстал и сказал отец я совершил и он 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 что делал он окропил престол благодати вы понимаете и сатана откуда что делал избеж и дальше написано один стих но многие христиан живут так что Христос сатана победитель к сожалению вам нужно получить откровение освобождение от этой лужи Иисус победил вечно поразил дьявола 11 стих они победили его кровью агнца и словом своего свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти они кто победили искуплены крови христа не победят а уже победили победили вопреки всем проискам врага всем его замыслам козням и умыслам ты должен говорить истину я победил кровью агнца аллилуйя это истина понимаете говорить свою жизнь что кровь Христа омыла меня я победил аллилуйя и тогда слово Боже становится твоим исповеданием свидетельством и тогда дух будет действовать потому что дух что почитает кровь Иисуса Христа больше ничто не почитаем слава Богу они не возлюбили своей души даже до смерти душа в крови то есть не возлюбить действия своей души а возлюбить то что сделала кровь Иисуса Христа твоя душа может чувствовать себя по разному думать по разному я так не думаю я так не чувствую не возлюбили своей души я не хочу слышать свою душу я хочу слышать что говорит кровь Иисуса Христа а кровь и старт убеждает что победу искупление и спасение аллилуйя когда мы лично говорим слово Божие и то что сделала кровь Иисуса Христа тогда мы побеждаем про блудница помните ее семья они не знали Бога Израиля они были вне завета у них не было завета с Богом живым у них были свои боги свои идолы но что произошло эта женщина слышала что есть Бог Израиль вы понимаете у нее не было откровения отношения с Богом но она слышала о Боге живом она слышала что есть Бог живой всемогущий Бог Израиль который вывел свой народ из Египта она слышала что он открыл дорогу через море она верила в это в кров если бы она не поверила она бы не сказала что когда вы придете в наш город то спасите нас помните сады которые пришли в Ирюху они напоролись именно на нее это не было случайно это не было случайно встречу они просто сокруются с этой женщиной эта женщина верила в Бога Израиля она получила одно откровение одно что есть Бог живой понимаете что Бог Израиль есть живой Бог она это верила и это согласие были посланы Богом кому именно к ней это не случайно Аллилуйя она не боялась она не стыдилась чем она занималась написана оба блуднице она этим зарабатывала свою жизнь содержала свою семью но она не просто верила в живого Бога она и спасла этих людей заглядотая представители Божьего народа спасла они дали ей обещание что они не тронут ее семью если они соберутся ее в доме единственное условие для спасения было что в доме ее должны собраться те которые хотели спастись и что произошло и красную веревку эта красная нить была на ее окне знаком того что этот дом защищен красная нить говорила о крови Христа я вам скажу еще одно откровение раба Булуница получила откровение что Христос есть ангелс заклонны прежде создания мира как это может быть а вот так и может быть написано еще читаем Христос был заклан прежде создания мира он был заклан уже вечности прежде создания мира прежде и Рау Булуница получила это откровение она она согласилась завязать на окне свою красную нить и она понимала что это будет для нее искуплением искуплением аллилуйя скажи искупление искупление только через кровь Иисуса Христа красная нить в ее доме была знаком единственным знаком условия того чтобы спастись это красная нить это кровь которая была завязана на окнах дома Раала и не имела важности кто бы ее дом собрал собой не имела никакого разницы но все кто соберутся в ее доме будут спасены аллилуйя понимаете церковь Иисуса Христа это дом Бога живого не важно какие люди сюда приходят с какой семьи с какой национальности образованные или образованные хорошим на месте или бедные или богатые не важно если там нету крови в жизни этот человек не будет спасен вы понимаете Бог хочет видеть кровь своего сына через кровь сына он нас видит и хочет видеть всегда он хочет чтобы мы всегда были покрыты кровью агнцем другого пути нет никакие методы человеческие программы церковные обряды нас не спасут это заблуждение еще раз говорю Дух Святой почитает кровь сына Божьего если кровь Христа не почитается тогда Бог не почитается и тогда Бог не почитает этих людей Бог сказал прославляющих меня я прославил как он прославит тех кто прославляет его вечность прославлять Бог это означает почитать glorious кровь слава тебе Господь я верю силы крови Христа в моей жизни я верю что кровь христа меня освободила от смерти я верю что через кровь что я имею жизнь вечную я верю что я больше не раб греха чтобы жить во грехе я свободен через кровь христа я свободен от проклятия через кровь Иисуса Христа я защищен кровью я покрыт кровью Христа я побеждаю кровь Христа всякое чувство вина суждения обвинения ложь кривит ул сатана я побеждаю благодаря крови христа я буду есть тело христа я буду пить крови гриста свой быть жизнь я живу благодаря крови христа потому что жизнь в крови адреса арену я а как мы думаем как мы живем как мы поступаем наша вера основывается на слове божьем и на слышание слова божие имеющий уши до услышит что дух говорит обувь что говорит о крови почитать кровь христа потому что кровь христа говорит и свидетельствует крови христа есть голос голос слава богу и очень важно начинать этой желать это пищу желать и желать размышлять и рассуждать на игрите слова еда означает познание крови и желать на игрите означает кушать это знать это познать кровь христа духовное значение слова не до самом 90 первости чем начинается живущий под кровь всевышнего потери всемогущего покоится живущие под кровом всевышнего кровь это наш покров если мы не живем под крови христа мы не живем под защитой бога все и мы в поражении ему на грехе и мы по тьме и мы в рабстве но кровь христа есть наш покров иисус принес вечное искупление для того чтобы вы чем находились под кровом его слава бога кровь христа никогда не прекращает говорить и действует она всегда говорит она всегда действует когда мы сражаемся мы сражаемся не против человека христиане мы не сражаемся с людьми наше оружие не физическое наше оружие какое духовное имеем право брать оружие убивать других людей имеем ли право кого-то ненавидеть и делать ему зла имеем ли поймать руку на свою жену есть такие христиане мужья которые руки поднимали на свою жизнь я слышал такие следствия из такие родители христиане христианчики простите избивать своих детей один раз в одном служении пасла закончил право и маленький мальчик подошел сказал дядя я не хочу идти домой ну почему потому что моем доме сатана как раз отец его спасла не сбивал служите церкви из него своем наше война не против человека нашего и не против крови плоти наше война против начальства власти просим разновителей против духов злобы поднимись если какой-то человек в церкви не важно он пастырь епископ служить им духовное старейшина рядовой вещи не важно если кто-то из них из нас ведет тебя не один как на ненормально неправильно это означает что за этим человеком действует нечистый дух мы сражаемся фиды ним за которым стоят личности которые не хотят чтобы их узнали не хотят без и тем не хотят они хотят они хотят они пытаются скажут за человеком делать это человек понимаете бог любят человека но не навизит грех бог хочет спасти человека и уничтожить грех когда христиане говорят я очень не хочу ходить церковь это говорит твердение убеждения потому что бесы говорят не ходи церковь зачем тебе нужно это бесы говорят здесь ест inclusive только это виду près эти либо это убеждение такой не это вот учебом что церковь мне ходить, что церковь все литимеры аферисты, что в церкви любви нет. Это бесы говорят. Если человек этим убеждением так живет, поступает, он находится в ловушке сатаной. Ему нужно освобождение. Это только через кровь Христа. И он может сказать, отойди от меня. Это неправильное убеждение. Церковь есть дом Божий. Аллилуйя. В церкви не все аферисты литимеры. И он говорит, начинает побеждать крови Христа сатану, его кривитух. Дьявол же кривещет на нас. Зачем он это делает? Для того, чтобы увести людей от церкви. Разрушить церковь. Разрушить жизнь человека. Не может Христина оставаться без церкви один. Он погибнет. Или через год, или через 20 лет. Не важно, он погибнет. И диаволю, он хитрый, лукавый областитель. Он искусный хитрец. Он лжец. Отец служит. И запомните, всякая ложь, как ты слышишь и сам говоришь, то подумай, кто за этим стоит? За этим стоит сатана. И святой дух такой человека не может, да? Учить, пока без него не смирится, не осознаю. Нужно откровение. Всякое твердое убеждение. Они зарождены в нас, потому что мы живем в этом мире. Но в псалмахе написано, Господь, твердыня моя. Аллилуйя. Наши убеждения на слове с мочем? На слове Божьем? На истине Божьем. Истину освобождает. А кровь говорит от истины. А истины говорит о крови Христа. Мы можем побеждать эти твердыни благодаря крови Агонца. Слава Богу. Поэтому Христос сказал, едите мою плоть. Пейте мою кровь. Аллилуйя. Освобождайтесь от всяких твердынь. Вкушая тело Христа, мы едим живой храм. Христос я живой храм. Когда мы пьем кровь Иисуса Христа, мы пьем живую кровь. Это жизнь. Аллилуйя. Идет построение храма Господня внутри нас под защитой крови Иисуса. Поэтому время побеждать крови Христа. Время благодарить за кровь. И время позволять крови Христа действовать и говорить не против тебя, а за тебя и для тебя. Аллилуйя. Благодарю тебя, Отец, что твоя кровь удалила все семена смерти греха в моей жизни. Я благодарю тебя, что твоя кровь отменила и освободил всякую зависимость, депрессию, разделение, ссоры, нервность, всякий грех и зло отменил. Аллилуйя. Когда мы благодарим за кровь Христа Отца, то мы этим напоминаем врагам, что они поражены. Аллилуйя. Каждый день благодари, каждый день возвещай кровь Иисуса Христа и напоминай твоим врагам, демонам, бесам, что они поражены. Не позволяй их тебя побеждать, не позволяй им побеждать тебя. Не позволяй своими эмоциями, неправильным мыслям побеждать тебя. Побеждай крови Христа. Аллилуйя. Тебе дана власть и тебе дано право так жить, так поступать. Еще одно интересное. Они поражены так могущественным образом, что то, что они делали раньше, сейчас они не могут делать в твоей жизни. Вот так и думай. То, что они делают в твоей жизни до Иисуса Христа, сейчас они так не могут делать, потому что они поражены полностью. И не давай врагу место. Не давай ему место. Нам важно это осознать и нам важно этим пропитаться, этим жить, этим размышлять и наполняться. Кровь Иисуса Христа говорит и будет говорить. Аллилуйя. Все родовые вещи из рода, из поколений разрушаются, все тверды разрушаются только через кровь Иисуса Христа. и то, что держало тебя в прошлом, не будет держать тебя больше, если ты будешь давать место Христу. Аллилуйя. Верить в кровь Иисуса Христа, верить в то, что эта кровь совершила и принесла в твою жизнь. Начинай этим жить. Начинай так поступать и говорить. Кровь Христа освободила тебя, и тебе нужно этим жить. кровь Иисуса Христа перенесла все, что тебе нужно. Она изменила все в твоей жизни. Кровь Иисуса Христа перенесла вечное поражение врагу, и он никогда не сможет восстановиться после этого. Он просто обманывает христиан своей ложью. Не поддавайся лжи врагу. Аллилуйя. Это очень важно понять, это очень важно осознать, чтобы убить всякую ложь врага. И быть убежденным в том, что мы свободны от всего того, что кровь Христа принесла в нашу жизнь. Аллилуйя. Впервые Иисуса тек под каплей крови где? В Гефсиманском саду. Почему в Гефсиманском саду, когда он молился? Потому что образно и пророчески и вечно очищался Эдемский сад. Где произошел грех? В Эдемском саду. И там потекла кровь Агольца. В Гефсиманском саду очищался Эдемский сад. Все началось в саду и все продолжалось в саду. Эдемский сад был осквернен из-за греха человека и кровь Христа была пролита, чтобы очистить Эдемский сад. Что в Эдемский сад? Мы говорили, Эдемский сад потекла как капля крови, как пот солба в Трестан в Гефсиманском саду было возвращение удовлетворения в Господе. То есть восстановление Эдемского сада. Это внутри нас. Эдемский сад внутри нас находится. Понимаете? И все удовлетворение наслаждение находится где? Внутри нас. Эдемский сад еще есть в вечность в Царстве Божьем. Мы когда пойдем туда увидим Его. У Бога ничего не потеряно. Бог ничего не потерял. Мы потеряли. У Бога все на своих местах. И мы возвращаемся через гротность в то, что мы потеряли. Мы возвращаемся в Эдемский сад. Мы возвратились в полноту Божьей. Понимаете? Аллилуйя! У Бога ничего не потеряно. Потеряли мы и мы возвратились в то, что мы потеряли благодаря крови Иисуса Христа. Далее из лба капала крови падала да? Пот падал как капла крови из лба. Где было что? Почему? Лоб. Вы знаете, что лоб это образ мышления. Образ мышления человеческого оно было оскверено. Запечатано сатанистским мышлением. У нас было демоническое мышление. Но через кровь если мы получили новое мышление. Понимаете? И нам нужно этим жить. Мы не можем сказать, что все хорошо, аллилуйя, все сделано. Нет. Нам нужно где-то подключиться, так жить, так думать. демоническое мышление. было разрушено через кровь Иисуса, чтобы мы получили новое мышление. И чтобы этим мышлением мы жили. Аллилуйя. Слава Богу. Все тело Христа было разорвано, чтобы его глобальное тело было соединено через кровь, пролитую на кресте. на Христа надели тернул венец, с его головы потекла кровь, чтобы наш наш разум был покрыт кровью Агнца. Аллилуйя. Слава Богу. Нам нужно этим жить, об этом размышлять, об этом рассуждать. Почему многие болеют и немощны? Потому что они рассуждают о теле Господне. Если ты берешь вино, то означает, ты берешь в рассуждение. Если просто кушаешь хлеб обыкновенный, то это не благострие, рассуждение тебе. Христос сказал, едущий мою плоть и пьющий мою христос сказал, едущий этот хлеб и пьющий это вино. Он так не сказал. Он сказал, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь. Аллилуйя. Если ты просто принимаешь хлеб и вино, там нет жизни. Понимаете, о чем мы говорим? Мы принимаем кровь, мы принимаем тело Господне. Этим самым, когда мы принимаем тело Господне, кровь Иисуса Господа, мы подтверждаем, что мы находимся в искуплении, мы находимся в победе и в свободе, которая нам обеспечила кровь Иисуса Христа. И дьявол боится крови Агнца. Все описание говорит о крови, все описание, начиная от книги Бытие до Откровения. Вы можете эту красную нить увидеть во всем и везде. Почему? Потому что кровь единственная, единственное, что является кровь для нас условием, потому что мы имели что? Победа и свободу. Аллилуйя. И наши личные взаимоотношения строятся на основании крови Агнца. Если нет крови, нет отношения с Богом. Если нет крови, нет жизни, победы и свободы. Мы опять в рабстве, опять поражении, опять пустота, опять смерть. Но мы находимся в лучшем завете, завете крови Иисуса Христа. Мы следующую продолжим говорить о крови. Это такая тема очень большая. Мы будем дальше говорить. Нам нужно возвращаться к тем истинам, которые церковь забыли. И Дух хочет возвращаться к тем истинам, которые были заложены в основании отношений с Богом. Аллилуйя. Всегда в Ветхом завете люди строили отношения с Богом через кровь. В Новом завете мы имеем лучшую жертву. Совершенную жертву Христа. Имеем лучшую кровь через кровь и строим отношения. Если нет крови, нету не только прощения, нету жизни, нету искупения, нету свободы, нету победы. Во всем должна быть кровь Иисуса Христа. И кровь Христа хочет вести нас во всей полноту Божьей. Божьей. может быть во всей нашей жизни. И поэтому это очень важно. Хорошо, давайте встанем и будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за кровь, цена Божьего Божьего Отец. Я не знаю, кто сегодня услышал эту истину, знаешь сердца. Те, кто услышали, пусть они получат утверждение через действие Святого Духа. Не через человеческие пути, не через человека, а через действие того Святого Духа. Господь, почитаешь кровь Сына Своего Отец. Господь, пусть церковь возвращается к тому, чтобы почитать кровь Сына Божьего. Господь, мы просим тебя, научи нас питаться этой истиной, питаться о том, что сделала кровь, что кровь Христа говорит, и кровь Христа утверждает и свидетельствует о искуплении, о свободе, о победе, о прощении, Аллилуйя. Пусть эта истина утверждается в Церкви Твоей, в жизни каждого из нас. Аллилуйя. Потому что Ты победил и дал вечную победу Господь. Аллилуйя хвалла Тебе. Пусть наша совесть омывается кровью Святой, кровью Сына Божьего. Пусть наша брудность обновляется через действие Твоей крови, Иисус. Аллилуйя. Ты есть огнец Божий, проливший кровь Свой на кресте. Телцов мы искуплены, но крови драгоценны. Агнца Божьего. Аллилуйя. И это очищает не наши внешние тела, но кровь очищает наши сердца и наши внутренние себя. Аллилуйя. Пусть там, где нет победы в нашей жизни, пусть туда придет победа Твоя через кровь Иисуса Христа. Там, где есть болезнь, пусть приходит исцеление через действие крови Твоей Господь Иисус. Тебе да будет слава и хвала Аллилуйя. Мы просим тебя, Господь, Аллилуйя. Пусть это будет нашей пищей. Помоги нам этим пропитаться, размышлять и жить. Есть Твое тело и пить Твою кровь, Иисус. Ибо в этом есть жизнь. Аллилуйя. Благослови каждому из нас. И все, что поселил сатана, искренне всякую ложь и обман. Пусть придет умоляю тебя, Господь. Я знаю, что это слово ты дал, Господь. Это твое слово, это твое откровение. Пусть это утверждается в церкви твоей, в жизни каждого брата и сестру. Можно много вещей сегодня непонятно, но я верю, что то, что было высвободено, она привезет свободы и перемены во имя Су Церриста. Господь, мы утверждаем твою победу, и мы твоя кровь движется в твоей теле, пусть твоя кровь действует и говорит могущественным образом, Господь, Ровный. Тебе да будут славы и хвала. Помоги каждому из нас жить и расти ветром. Тебе слава во веки веков. Аминь.